Пропаганда во время войны играет особую роль. Пропаганда велась с обеих сторон, и с советской, и с немецкой. В обоих странах велась пропагандистская работа, направленная на врага. Но существовал и особый раздел немецкой пропаганды, направленный на оккупированных советских граждан. Главнейшие принципы агитационного материала были составлены лично Адольфом Гитлером. Непременное обращение к массе, воздействие на чувства, а не на разум. Изложение идей в краткой, легко запоминающейся простой формуле. Чтобы ложь стала правдой, ее необходимо излагать в максимально доступной форме и постоянно настойчиво повторять. Для пропаганды все средства хороши, если они способствуют достижению цели. Необходимо использовать весь спектр способов воздействия, говорить с людьми на одном языке. Таким образом, характерной чертой гитлеровской пропаганды стала примитивизация лозунгов и образов, расчет на малограмотные и политически несведущие слои населения. Продолжение следует...